В 1944 году недалеко от французского коле англоканадские солдаты захватили в плен настоящего немецкого Голиафа. Один из военнослужащих вермахта имел такой колоссальный рост, что бойцы союзников выглядели перед ним карликами. Как выяснилось, в руки канадской армии попал 38-летний немец Якоб Накен, известный до войны как «самый высокий человек в мире». Высокий рост уроженца Дюссельдорфа якобы Хадейсона Накена был обусловлен генетическими причинами. Рост его отца и матери составлял около 188 сантиметров. Однако Якоб существенно перерос родителей, в зрелом возрасте его рост достиг 221 сантиметр. Это доставляло немцу массу неудобств, например, он постоянно набивал шишки, заходя в дверные проемы. Уже в юности Якоб Накен решил извлечь материальную пользу из своей необычной комплекции. Он присоединился к разъездной цирковой труппе и с тех пор почти не бывал дома. Накен представал перед публикой под именами «Уран» и «Великан из Рейнландо». Обычно для создания контраста он выступал в паре с низкорослыми артистами. Цирковые конферансье позиционировали Якоб Накена как «самого высокого человека в мире». Впрочем, в действительности его рост был относительно небольшим по сравнению с жившими в то время американцем Робертом Уодлу 272 сантиметра или голландцем Альбертом Йоханом Крамером 242 сантиметра. Много лет немецкий великан колесил по Европе и обеим Америкам. В качестве члена делегации Германии он принимал участие во всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году. С началом Второй мировой войны Накен больше не мог оставаться в Америке. Когда он вернулся в Германию, то был призван в армию, став самым высокорослым бойцом вермахта. Обмундирование и обувь для Накена пришлось шить по особому заказу. Сам факт зачисления Накена в армию довольно необычен. Гигантизм часто сопровождается проблемами со здоровьем, и таких людей признают негодными к военной службе. Во Второй мировой войне участвовал, вероятно, только один еще более высокий человек, чем Якоб Накен, это был финский боец войнё Муллерине ростом 247 сантиметров. Однако Муллерине служил в тыловых частях, а брифрейтору Накену довелось повоевать на передовой. Пулемётчик немецкой армии, во время Второй мировой войны Накен воевал на польском и французском фронтах. Он был ранен и взят в плен канадской армии на Массегрине около Буллони в сентябре 1944 года и доставлен в госпиталь в Шотландии, описывала боевой путь Великана, Монреальская газеты. Как уточняют другие источники, Накен входил в состав бригады из 250 человек. Место его пленения находилось близ города Блансермер департамента Пдекале. Данную территорию в сентябре 1944 года освободила 3-я канадская пехотная дивизия. Существуют две фотографии, на которых Якоб Накен сдаётся в плен канадскому капралу Бабу Робертсу. На одном из снимков Робертс смотрит снизу вверх наоробевшего Накена. На другом он ощупывает карманы самого высокого нациста. Ситуация выглядела настолько курьёзно, что смеялись и канадцы, и немцы. Как рассказывал впоследствии Баб Робертс, на тот момент он не знал имя высокорослого пленника, а только его воинское звание. Союзников удивило, что немецкий гигант хорошо говорит по-английски, и тот объяснил, что раньше выступал в церкви в Америке. Из лагеря для военнопленных в Англии Якоб Накен вернулся в Германию. В 1949 году вместе с женой Марией он переехал в США, где давно жила его сестра, и поселился в городе Паттерсоне, штат Нью-Джерси. Накен был уже хорошо известен за океаном благодаря газетным фотографиям и кадрам кинохроники компании «Бритиш Пэт». Поначалу он выступал в качестве огромного Санта-Клауса, развлекая детей в школах и больницах. Со временем длинного Джейка из Германии стали приглашать на телевидение, он засветился в известном шоу Роберто Рипли «Хотите верьте, хотите нет». В 1955 году Накен получил американское гражданство. До 1959 года он выступал на Бродвее как «великий уран» и «самый высокий человек в мире». Немец демонстрировал не только свой рост, но и физическую силу, сажая на плечи по две девушки за раз. Когда его карьера завершилась, цирковой великан вернулся в Европу, где и умер в 1987 году. Продолжение следует...